Тренируются как раз у Александра Свинина Ирины Жук и Екатерина Рублёвой, которая сейчас работает вместе с Александром и Ириной на катке «Мечта». Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Эмоционально откатались Валерия Старыгина и Иван Волобуев. Еще до этого сезона они тренировались в Тольятти у Олега Судакова. Сейчас переехали к свинину Лыжу. Она, она, пардон. И она каталась раньше вообще с Николаем Морошкиным. Сейчас катаются в Москве. И, ну что, произвольная программа производит приятное впечатление. Да, катаются полгода вместе. За полгода я считаю, что это очень хорошая большая работа. Хорошая работа за полгода. Элементы у них многие высшего уровня, четвертого. Как их расценят судьи, я не знаю. Техническая панель. Да, я не знаю. Я думаю, что для первого года, я думаю, что они на своем месте. На восьмом. Чистые синхронные твизлы. Но, правда, во второй серии они потом разошлись чуть-чуть. Ну, совсем чуть-чуть. Ну, совсем чуть-чуть. Это очень интересное вращение. Поддержка, поддержка на месте. Поддержка на месте. Поддержка во вращении партнера на одной ноге. Да, мало кто такие делает. Вот у него была ошибка в твизле. В шаге по кругу. Ну, твизлы делают хорошо, грамотно. В общем-то, сейчас показывают поддержку, да. Хорошая поддержка. Все надо считать время. Поддержка четвертого уровня. В конце чуть она его не снесла немножко. Это все от переизбытка эмоций. Александр Свинин и Ирина Жук. Хорошие были очень, в общем-то, твизлы, которые многие делают тройками. Но это не твизлы, а особенно это видно в парном катании, в одиночном катании. Это немножко другой элемент. Вот ребята выглядят хорошо и счастливыми, да. Не пить еще пить. Пить очень хочется, ну, конечно. А есть не хочется еще. Пить, конечно, хочется. Хотя не скажешь, что во дворце жарко. Как раз здесь. Нет, здесь, по-моему, прекрасная атмосфера. Потому что даже голова немножко мерзнет. А атмосфера хорошая. Как раз для того, чтобы дышали спортсмены, температура хорошая. Ну и вот 15 лет, ему 17, но они уже выступают во взрослых соревнованиях. То есть, получается, в юниорах они уже не будут кататься. Ну так как-то они решили. Жук со Свининым так как-то решили. Потому что там такая толпа, жуткая же, не протолкнуться. Или как думаете? Да, в юниорах просто толпа. Там не протолкнуться. В общем-то, такую пару надо поддерживать. Надо поддерживать и вводить ее в молодежную сборную. И немножко их поддерживать. Материально. Поэтому я уверена, что прошу просто, вот прошу. Если кто меня слышит из Ростелекома, прошу вас, помогите. У меня, кстати, есть один телефон на Ростелекома. Хотите? Да, хочу. Сразу по окончанию трансляции мы им дозвонимся. Наконец-то. А вдруг они нас не смотрят, а мы все похолостые. Ну, надо же идти всегда на самый верх. У меня очень хороший телефон. Хороший телефон? Дайте, пожалуйста. Дай, Вася, будь другом. Дай телефон. А может, я объясню. Может, они что-нибудь не поняли? Договорились. Что-то долго не могут выставить оценки. Долго совещаются. И берем его привет. Ну, и хорошо. Мы зато посмотрим на красавицу Иружу и на Сашу Свинину. И на их пару очень симпатично. Да, как-то мы на канале... Понимаете, они оказались в очень тяжелой ситуации. Не дай Бог, ни одному тренеру в такой ситуации оказаться. Потому что закончила Яна с Сережей. И Яна уехала в Америку. Они работали на Олимпийские игры. Когда болела Домнина, они затыкали все абсолютно. Они были всегда готовы к соревнованиям. Победить на чемпионате Европы. Стать бронзовыми призерами на чемпионате мира. Они всегда были готовы. И готовила их Ира с Сашей. И потом была прекрасная пара Рублева-Шефер. Рублева, которая вот здесь только что у борта. Вон она стоит. Я ее вижу. Тут просто сесть некуда. А если сядешь рядом, тебя показывать не будут. А в общем, тренеры должны быть показаны. Это хорошо, что у них худые спортсмены. А тренеры должны быть, конечно, здесь. Она работает помощником. И Ирина Яковлевна Рабер сделала ей очень... Помогла ей остаться в Москве. Для того, чтобы она работала в Академии. Для того, чтобы она помогала Ире с Сашей. Это их ученица. И они тоже закончили. Члены сборной. Участники чемпионатов Европы и мира. Так в один год оказаться без пары. Но зато они работали, как звери. И у них появился Букин. Который был призером сейчас.